То есть что было, это понятно. А вот сейчас я встретил генерала Дубовика, замминистра, который возглавляет комиссию. Вот он говорит, что ситуация нормализовалась, мы спокойно принимаем заявления граждан, все нормально, все тихо. Ну это его комментарий, вот он выдает такую информацию. Все-таки не так, понимаете. Народ немножко успокоился, народ затаил посмотреть, что будет. Народ хочет знать, вот что будет. Народ увидел, что где-то посадили от Дрожака и вот узнали Дрожака. Это успокоило как-то? Ну как-то при успокоилось, скажем так. Народ просто выжидает. Если следствие пойдет по какому-то сценарию неправильному, опять начнут кого-то выгораживать или как-то это может опять повториться. После, потом попытались, приехали эти политики, начали народ поднимать. Я был там на этих, и говорил, вот у меня есть даже визитная карточка Катаричука, Николая Дмитриевича. Я ему говорил, они приехали там с флагами, я ему говорил, это же не политическая акция. Здесь народ восстал против произвола. И это не зависит от политической... Ну понятно. Как ведут себя политики, мы все прекрасно знаем. Нам это неинтересно. Народ восстал против какого-то бесчинства, которые творились и творятся, допустим, в органах внутренних дел, прокуратуры, покрывательства, наркомания. Ну много чего происходит. Народ просто накопилось в народа злоба, народ восстал против этого. Никто никаких политических лозунгов не выдвигал. Поэтому нельзя было привозить какие-то флаги, потому что это дальше бы разговало. Скажите, а вот население как бы сейчас оно доверяет, что может следствие пойти вот так, как оно должно пойти? То есть доверяют органам власти, то есть я имею в виду силовым структурам? Ну что видим. То есть население верит в то, что будет расследование честное? Ну смотрите, в тот же первый день, когда еще не было шторма, эти каналы, я давал им интервью, каналу 1 плюс 1. Своё мнение я им рассказал в таком плане. Для объективного расследования необходимо отстранить от расследования не только в Радисскую, а и Николаевскую прокуратуру. Независимую, ну независимая может быть, ну наверное, киевская. Я, наверное, неправильно вопрос задал. В целом к органам МВД и прокуратуры доверие есть? Доверие нету, в нашем Радисском нету, конечно, здесь потерян доверие. Но вы считаете, что в Киеве? Ну может быть, в Киеве где-то, или там, ну а куда же, где там искать? Других же не мог. Ну а не кажется, то есть, что вообще, в общем-то, не к кому обращаться? Или хочется верить? Ну может, лично я так думаю, вижу эту всю ситуацию. И в своей жизни, если хотите, я вам расскажу свою историю. Я, как гражданин и руководитель, там, и много чего могу о себе рассказать, то мне лично уже некуда обращаться. Только в Европейский суд, хотя я и жду этого обращения. Ну а вот как люди говорят, то есть, они верят в расследование, верят в то, что... Ну, люди, ну, верят, в принципе, потому что, которые не стыкались еще с этими органами, они, ну, должны люди во что-то верить. И, наверное, не все мерзавцы среди милиции, наверное, есть там порядочные люди. И я уверен, что все-таки есть там порядочные люди. Понятно. Я с ними знакомился. То есть, надежда все-таки есть? Все-таки есть надежда. Люди сейчас выжидают. Если будут правильные шаги, сделанные, с точки зрения милиции, то... А вы в курсе, вот, что по всей Украине проходят сейчас акции в поддержку? То есть, вот, в Вашей семье? Я очень рад, что... То есть, вот, в Харькове, в Запорожье, в Донецке... Ну, вы знаете, да, да. Завтра вот в Киеве собираются... Я очень рад, что нас поддерживают. Но я был против того, чтобы эта акция, вся поддержка приехала здесь в Радику. Потому что приедут здесь не все порядочные люди, а мы здесь живем, там, культурно. Понятно. Они разнесут и сделают нам здесь, по-моему, боище. Потом нам это все восстанавливают. Я против таких. Но я рад, что нас люди все-таки поддерживают. И все-таки мы не зря боролись и чего-то добились. Вот, в этом плане, конечно, спасибо, конечно. Узнали хотя бы, что есть здесь такая в Радика, хотя бы с плохой стороны. Ну... Ну, это сдвинулась ситуация. Ну, это сдвинулась ситуация с мертвой точки. Как минимум, вот, в этом плане, конечно, я рад.